всем привет с вами ford и сегодня мы продолжаем обзор автомобилей в игре city car driving на этот раз мы посмотрим на один из моих самых любимых авто именно saab 93 2002 года выпуска очень интересная машина очень оригинальная красивая вот видим как она внешне выглядит давайте посмотрим на салон салон у нас тоже далеко не стандартен вот так у нас выглядит действительно машина очень и очень интересная посмотрите на саму даже вот как спидометр разграфили интересно то есть мы видим что до 120 до 140 даже идет таким крупным шрифтом потом маленьком ни в одной машине вот такого не увидите ладненько настроим нашу электро сидушку у нас полная комплектация все дела так пристегнулись сняли с ручника завелись поехали у нас на этом автомобиле стоит двигатель 2 и 3 мощность у него 255 лошадей шестиступенчатая механика так начинаем движение я и передний привод вот думаю что 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 же я хотел сказать машины опять же таки повторюсь очень уникальная в какой-то мере и степени напоминает вольво хотя их роднит просто то что обе марки скандинавские данная машина выпускает выпускается в точнее выпускалась швеции в период с дай проехать в период с 98 по 2014 год очень быстрый аппарат я уже это чувствую конечно мы сегодня сделаем замеры посмотрим динамику посмотрим на что она способна на трассе и тому подобное но пока что пока мы едем в городе могу сказать что машина очень и очень приятное вождение в рулении она мягкая комфортная то есть машина такая знаете вот хоть это и считается средний класс но я бы без оговорки отнес бы его ее бизнес-класс потому что машина действительно того стоит но давайте попробуем немножко с буксом со светофора ох пошла 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 как же она быстро разгоняется все-таки 225 лошадей здесь настоящих живых это конечно радует понятное дело что сейчас мы самые такие основные моменты проделаем городе там как она разворачивается какой у нее там сездой по дворам и тому подобное но самое интересное у нас конечно же впереди на когда мы будем ехать на трассе у нас кузов хэтчбэк как вы уже могли видеть очень красивый очень такой ну интересно давайте еще раз посмотрим на нее так секундочку но разве ник ник не красавица но очень все это классно сделано плюс а мод действительно качественный спасибо человеку который передаст предоставил мне его я уже извини парень забыл как тебя зовут но спасибо он является насколько я знаю платным вот поэтому в какой-то мере вы смотрите уникальный обзор и не каждый обзорчик сможет сделать из драйв данного автомобиля в дворах у нас все нормально с машиной она небольшая сама по себе легенькая и поэтому каких-то проблем в рулении в парковке тому подобного быть не должно опять же таки повторюсь с 98 года по 2014 год с небольшими рестайлингами выпускалась данная машина то есть она на конвейере простояла без малого 16 лет вы вдумайтесь это для даже для автоваза не пол неплохой показатель не то что говорит о каких-то нормальных иномарках по типу саба вообще вот этот саб 93 построен на базе никто бы даже наверное не подумал бы из вас opel vectra но если vectra это действительно вот автомобиль среднего класса то данный саб намного люксовее у него комплектация намного лучше и тому подобное поэтому чего-то общего с vectra конечно можно найти но это надо постараться и хорошо смотреть сразу глаза точно сходство с vectra не бросается блин таких хочется притопить машина действительно очень и очень бодренькая смотрите газ пол об как она срывает это же жесть так ладненько сейчас попыт попробуем провести первые замеры посмотрим что же она может так с первой передачи пошла пошла как слифует страшно ребята посмотрите что творится елки-палки уже 150 вот это жесть так оттормаживаемся тормаживаемся нас по разгону до 100 за 5 и 5 это очень быстро до 160 за 11 и 6 и квотер 14 14 секунд этот автомобиль достоин спорткара единственный минус в данной машине пока что я заметил это тормоза которые к сожалению я на многие машины так говорю и этот автомобиль та же участь постигла это то что они блокируются вот слышим да то есть и когда большая скорость мы резко тормозим появляются проблемы так давайте попробуем еще раз замер провести уже со второй передачи рушим потому что на первой передачи на ну очень сильно шлифует на 2 думаю такого быть не должно поехали фух так я не понял что заглючил у нас наш раз лоджик наверное gps не словил вот видите машина блокируется так включим варик у еще раз так со второй пошла 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 вот все нормально словил елки-палки вы не поверите какой здесь чудесный результат ладненько давайте немножко прокатим уже 200 мягковатая машина честно говоря для таких скоростей не будем испытывать судьбу итак у нас есть в коем веке все замеры весь лоджика именно 2 и 6 до 60 4 и 8 вы думаете 4 и 8 до 100 до 160 за 10 26 от 100 до 200 за 12 58 и квотер за 13 55 и на выходе 186 километров то реально ну успех ребята в таком кузове с таким комфортом такая машина это просто нечто как она шлифует как она разгоняется я реально влюблен то есть мало того что этот автомобиль любил и так всегда хотя ни разу на нем не не ездит но вот сейчас хотя бы виртуально все это дело потестирую нравится капец пишите в комментариях как вам машинка может где-то я преувеличу может мне где-то знаете такое свое субъективное мнение потому что машина но очень нравится но тем не менее класс класс кроме восторга эта машина ничего больше не вызывает так хочется еще немножко топону давай пошла 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 так оттормаживаемся тормоза дай проехать тормоза вот видите такие могли бы быть и лучше скажем так ну тормоза ты такое дело наживное мы можем поменять мы же машину все не поменяем потому что вся машина очень хорошая давно у меня таких восторгов не было автомобиля плюс мне очень нравится что машина на механике очень хорошо чувствуется красота даже когда же та же самая комплектация смотрите 2002 год мы уже видим что у нас есть мультируль климат-контроль все так сделано по современному современному плюс оригинальному таких машин к сожалению уже нет и не факт что будут потому что в 2014 году прекратился выпуск саба 93 потом проблемы были у самого производителя саб и сейчас насколько я знаю данный завод заморожен то есть он не является банкротом но и ничего не производит то есть еще скажем так инвесторов и тому подобное кто рискнет вложиться в данный исторический очень крутой завод саб пошла топок в пол и ну и реально подхватывает тупо со всех моментов то есть с 2000 он уже тачил смотрите едем едем да тут об газ пол и она дальше пошла 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 и пофиг на какой-то передачи вообще пофиг что происходит очень понравился машин очень понравился автомобиль очень сильно при сильно честно конечно можно даже попробовать немножко дрифтануть не знаю чем самая хорошая ли это идея давайте мы попробуем заедем сейчас куда-то по каком-то газону дрифта нем но навряд ли у нас передний привод поэтому наверно особо крутого дрифта не получится давайте попробуем ну такое чуть-чуть заносит но мы же понимаем передний привод все дела поэтому я же говорил так если вот таким вот образом о будем дрифтовать задом нет это конечно уже издевательство с машины давайте да и заедем это припаркуемся то будем заканчивать наш чудесный тест-драйв он например здесь так наверно станем так же как и они стоят в общем ребятки на сегодня все пишем комментариях как вам автомобиль как вам вообще ощущения тест-драйва и тому подобное понравился не понравился ставим лайки дизлайки не забываем что всегда игру можно приобрести по ссылке в описании кому она понравилась или может кому-то отдельно этот автомобиль понравился всегда все можно приобрести по ссылке в описании вам еще раз спасибо за внимание всего хорошего и пока